Здравствуйте! Улан-Удэнский ЛВРЗ летом нынешнего года, без излишней огласки, продал в фирме «Транслогистик» участок, на котором находится отстойник. Накопитель отходов газогенераторной станции завода, более известный как «Фенольное озеро». Кстати, фирма с таким названием у нас одна, и зарегистрирована она по адресу улицы Балтахинова, 13, более известного в народе как «Еврозона». Учредитель – господин Михалев. Уставный капитал – 10 тысяч полновесных российских рублей. Никаких комментариев о странной сделке официально пока никто не дает. Мы обращались и в администрацию завода, и к ученым Бурятского научного центра, а в ответ – тишина. Но есть общественники-экологи. И слово заместителю председателя Бурятского регионального отделения общественной организации по Байкалу Владимиру Федоровичу Белоголову. Инициатива ЛВРЖ логичная. Если не удается найти инвестора в таком формате, то она ищет частного какого-то пользователя, который бы взялся за решение этой проблемы. Но еще раз, так сказать, ЛВРЖ можно понять, администрация, они ищут решение, потому что это их головная боль там и так далее. И вводило, что нужно оценить как законность этого дела, так и риски. По оценкам экологов, Финольное озеро, которое по доброй воле приобрела частная компания, не имеет никаких шансов попасть в федеральную целевую программу. Ну а теперь можно поразмышлять и с точки зрения здравого смысла. Если транслогистик, прикупившая по случаю химическую бомбу в черте УАНУД, окажется не в состоянии обезвредить ее, а стоимость таких работ может превышать 1 миллиард рублей. Или просто оплачивать так называемый НВОС, платежи за негативное воздействие на окружающую среду. В таком случае компании легче всего объявить о своем банкротстве. Продавец химического озера ЛВРЗ уже не при делах. Следовательно, все тяготы по ликвидации экологического бедствия лягут на бюджет УАНУД, то есть на нас с вами. Далее цитата. Поэтому, судя по всему, нас скоро ожидает большой экологический скандал. Можно сказать, Фенолгейт. Правда, в отличие от легендарного американского Утергейта, власти республики и города имеют в нем все шансы не потерять, а повысить свои рейтинги. Побороться за экологию в интересах населения на байкальской природной территории – святое дело. Но кинули-то, похоже, всех и властные структуры, и население УАНУД, сообщает Байкалфинанс.